Субтитры делал DimaTorzok Когда он размышляет о вкладе Италии в классическую музыку, вспоминает, в первую очередь, конечно же, об опере Ну, разумеется, это справедливо, но все-таки, помимо выдающейся оперной школы, Италия всегда славилась, на самом деле, еще и своими струнниками Ну, в первую очередь, конечно, скрипачами, потому что итальянское скрипичное искусство, оно, в общем, своими корнями восходит к временам барокко, у него очень почтенная генеалогия Тут мы можем вспомнить и Вальди, и Карелли, и Локотелли, и Тортини А потом уже в следующую эпоху возникает имя Никола Паганини, уже основоположника современного скрипичного искусства Но при этом виончелисты итальянские совершенно не воспринимались как самостоятельное явление И до прихода Марио Брунелла на мировые концертные сцены, ну, в общем, никто не был уверен в том, что итальянская виончельная школа может составить какую-то сильную конкуренцию, скажем, русской школе Это именно и произошло в 1986 году, когда Марио Брунелла одержал победу на конкурсе Чайковского И, по сути, он стал не только первым итальянским виончелистом, который выиграл этот конкурс, но он стал первым итальянцем, которому досталась эта премия Это, конечно, странно, потому что, в общем, вокалисты-то приезжали сюда очень сильные в свое время Тем не менее, Марио Брунелла на данный момент первый и единственный итальянец, у которого есть первая премия конкурса Чайковского Ну и понятно, что любой иностранец, который, в общем, с таким трудом и с таким эффектом вырывает победу, становится здесь нашим героем Марио Брунелла теперь очевидным образом включает Россию очень плотно в свои гастрольные графики Но самое главное, что теперь его зовут уже не только в качестве музыканта В этом году на конкурсе Чайковского он стал членом виончельного жюри, виончельной части Вот того самого конкурса, который в свое время так эффектно выиграл Сегодня мы услышим в исполнении Марио Брунелла очень необычное произведение «Дон Кихот» Рихарда Штрауса Одно из главных произведений для солирующей виончели с оркестром По сути, виончельный концерт, такой скрытый Но при этом в «Дон Кихоте» Штрауса есть все-таки некоторые черты родства и преемственности по отношению к романтической программной симфонии И в этом смысле одним из предков ее выглядит, между прочим, Гарльт в Италии Берлиозе Ну, конечно, да, ровно потому что там примерно такие же взаимоотношения альта и оркестра Когда альт вроде бы солирующий инструмент, но все-таки существует в каком-то другом качестве Не так, как обычно инструменталист существовал во время концерта Но теперь мы имеем в качестве дирижера Юрия Башмета Который как раз является одним из эталонных исполнителей Гарльта в Италии Берлиозе Поэтому я думаю, что ему, как дирижеру, должны быть очень хорошо понятны задачи Стоящие и перед ним, и перед исполнителем, то есть перед Марио Бруннова Завтра концертом оркестра знаменитого фестиваля «Флорентийский музыкальный май» Под управлением Зубина Метты мы завершим наш цикл, посвященный Году Италии в России Смотрите собрание исполнений на телеканале «Россия. Культура» С вами были Илья Кухаренко и Сергей Ходнев А сейчас Дон Кихот Рихарда Штрауса Солист Марио Бруннелла оркестром «Новая Россия» дирижирует Юрий Башмет Солист Марио Бруннелла оркестра «Новая Россия» дирижирует Юрий Башмет Солист Марио Бруннелла оркестра «Новая Россия» дирижирует Юрий Башмет Солист Марио Бруннелла оркестра «Новая Россия» дирижирует Юрий Башмет «Новая Россия» дирижирует Юрий Башмет СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА